Ботиат, представьте вашего бойца. В честь магистрата, уважаемого Тулия и добрых жителей Капуи, я выставляю самого бесстрашного кельта, который когда-либо стоял на арене. Убийцу зверей, победителя гиганта, Перед вами Ганник, чемпион Дома Ботиатра. Прекрасный выбор. Ветти, представьте вашего. У меня нет таланта к долгим восхвалениям. Они и не требуются. Ото, выйди вперед. Да и пришел твой день, а твой уже закончен. Благодарим Ботиат и Веттия, а теперь мы решим чай и луду с лучшим. Простите, магистрат. Похоже, здесь кое-чего не хватает. Где его повязка на глаза? Повязка? Какого хрена? Вы же сами хвастались, не так ли? Что ваш гладиатор победит любого из моих слепую. Вы же звучали именно так. Просто фигура речи, я же любезный тулей. Если Ботиат не желает соблюдать правила, пусть убирается с поджатым хвостом. Наставник. Давай. Это будет совсем нетрудно. Нужно лишь направлять мечи на запах дерьма. Ганник, что за дурак. И ты допустишь это, Квинт? Они лишили меня выбора. Начинайте! Да! 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 Так волнительно, я никогда такого не видела. Каприз? Просто. Достойная попытка, которую запомнит как провальнюю. Вставай! Вставай! Да! Убей его! Да! Вы когда-нибудь такое видели? Наверное, юному Веттию не стоило выставлять самоубийцу против могучего Ганника. Впечатляющее зрелище, Матя. Такое не скоро забудется. Ваш Ганник – просто чудо. И достоин более заметного места на играх. Вы читаете мои мысли? Меня ждут дела. Приходите в лавку Нестора после закрытия рынка, и мы поговорим о вашем бойце.